Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Наверное, вы видели, что вчера, 17 декабря, на сайте компании ID.iLegal было опубликовано обращение. Представляю вам перевод данного обращения на русский язык. Приветствую! По мере приближения запуска нашего проекта мы ускоряем работу в некоторых областях. Первое. E-mail. Вы можете подтвердить ваши e-mail, написав на legal-id.iEagle.com, но имейте в виду, что нужно будет предоставить документ, удостоверяющий личность, подтверждающий, что вы владелец данного аккаунта. Я так понимаю, речь касается тех самых неправильных e-mail, которые были указаны в списке в предыдущем сообщении. То есть, если вы обнаружили как раз в этом списке ваш e-mail, и, возможно, вы при регистрации указали его с ошибкой, соответственно, вам нужно будет написать в компанию и попросить заменить на другой e-mail, но в качестве доказательства, что это ваш аккаунт, вы должны будете предоставить, соответственно, какой-то скан документа, удостоверяющего личность. Как здесь написано, документ, удостоверяющий личность, подтверждающий, что вы владелец данного аккаунта. Второе. Мы предоставляем форму, в которой нужно указать данные аккаунта, в которые вы хотите объединить. Как вы помните, была информация о том, что по законодательству Соединенных Штатов разрешается иметь один аккаунт на одного человека. Соответственно, те из нас, которые имеют по нескольку аккаунтов, и я отношусь к их числу, здесь нужно, получается, либо оформить, переоформить эти аккаунты на других людей. Ну, естественно, они должны быть согласны, и нужно будет предоставить их документы также. Либо второй вариант, что эти аккаунты можно будет объединить в один, и, соответственно, средства на балансе, которые находятся на этих аккаунтах, можно будет также объединить. Насколько я видел в английском чате, Мигеля спрашивали, что если человек, ну, не изъявит такого желания, может быть, компания сама автоматически объединит аккаунты, но Мигель сказал, что они юридически не имеют этого права, такого права, чтобы без разрешения владельца что-то там объединять. И если не будет, скажем так, сообщения от владельца четко выраженного, что он хочет объединить аккаунты, то, возможно, какие-то аккаунты будут просто удалены. Поэтому отнеситесь к этому серьезно, единственное, здесь написано, мы предоставляем форму, в которой нужно указать данные аккаунтов, но я пока такой формы не видел. Будем надеяться, она появится уже в ближайшее время, потому что до 24 декабря, как мы понимаем, времени остается очень мало. Сегодня 18, то есть, по сути, осталось 6 дней. Хотелось бы, чтобы этот процесс как-то был побыстрее. 3. Мы завершили процесс регистрации компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Наша головная компания в Дубае под названием PSC Investment LLC занимается инвестицией в розничные предприятия и управления, коммерческие предприятия и управления, инвестиции в спортивные предприятия и управления, водное хозяйство и управление, здравоохранение и развитие предприятий. 4. Компания на этой неделе опубликует соглашение, которое каждому партнеру будет нужно прочитать и принять. Данное соглашение дает право каждому акционеру компании официально получать дивиденды за 2019 год. 5. Компанию посетил председатель постоянного комитета промышленности FPCCI, или в переводе Федерация торговых палат Пакистана, и рассмотрел процесс легализации деятельности в этой стране. В Пакистане проживает 220 миллионов жителей, и в нашей команде более 6000 партнеров из Пакистана. Поэтому мы намерены развивать здесь не только наши крипто-социальные монеты, но также инвестировать в создание фабрики по переработке мусора, согласно концепции монеты ECO Social Coin. 6. Мы начали взаимодействовать с первой в Объединенных Арабских Эмиратах регулируемой биржей, и наша монета также будет представлена в Объединенных Арабских Эмиратах. Регистрация начинается сегодня, и к 24 декабря должна быть завершена. 7. Мы также рады объявить об официальном подписании 4 ноября «Протокола о намерениях» с FIA, или Фонд Института Администрации. Это их официальный сайт, fia.com.brazilia. Данный фонд был создан в академической среде Университета Сан-Паулу. В него входят преподаватели, которые организуют инновационные проекты в социальной сфере и защите окружающей среды. Белые книги наших социальных криптомонет и бизнес-планы проходят анализ в Университете Сан-Паулу, и мы надеемся получить их как можно раньше. Некоторые из вас уже понимают, что это не просто MLM-компания, а долгосрочный проект, который со временем будет все больше расширяться. Руководство компании хочет сделать этот проект не только международным, но и стабильным, а также действовать в рамках законодательства. Кроме того, мы готовим запуск направления электронной коммерции. На сервере размещено более 35 тысяч продуктов. Группа электронной коммерции должна завершить интеграцию в течение недели. После подключения API к нашей системе, мы продолжим делать портал 3E. То есть 3E подразумевает электронную систему, электронную коммерцию и электронные платежи. С уважением, руководство компании. И мне сбросили следующую информацию, как будет происходить конвертация средств на балансе, выиграл Social Gold Coin, и, соответственно, как после 24 декабря мы будем конвертировать уже эти средства в фиат. Итак, предположим, что у человека был куплен пакет за 4500 долларов, и сейчас у него в кабинете находится на Saldo Honorable, то есть на балансе 10 тысяч долларов. Соответственно, для тех ранних инвесторов, кто заходил в компанию еще до лета 2018 года, компания дает возможность приобрести монеты по льготной цене за 20% стоимости, то есть, соответственно, на данный момент это примерно 8 долларов. 10 тысяч долларов делим на 8, получается, что человек на вот эту сумму может купить 1250 монет. Eagle Social Gold Coin. 24 декабря 2018 года планируется выход монеты на биржу, а, как было заявлено, каждая монета подкреплена одним граммом золота, а один грамм золота на данный момент имеет курс 40 долларов. То есть, 1250 Eagle Social Gold Coins мы умножаем на 40 долларов, получается 50 тысяч долларов. Но из этих средств компания, часть денег должны быть потрачены на приобретение пакета. 50 тысяч долларов минус 7 тысяч, остается 43 тысячи. То есть, получается, ну, насколько я понимаю, мы приобретаем пакет за 7 тысяч, который начинает работать и приносить нам прибыль. Ну, а 43 тысячи долларов – это наши свободные средства, которые мы уже можем использовать по прямому назначению. Ну, что ж, хотелось бы верить, что именно так все и будет, и у нас есть возможность сделать 5 иксов. Ждем комментариев и пояснений от Ирины Абалаковой, поскольку она сейчас бывает в офисе компании и сможет нам более детально все это разъяснить. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok